Одним из важных аспектов является то, что люди едят гораздо больше, чем им следует. Между одним приёмом пищи и следующим должен быть промежуток в 8 часов. Какие бы у вас ни были проблемы со здоровьем, минимум 50% из них уйдут в течение 6 недель. Правильный подход к интервальному голоданию. Намаскарам, садгуру! В Индии с незапамятных времён существует традиция поститься в благоприятные дни. Но многие индийцы считают, что это противоречит логике и является антинаучным. Если только работе по аутофагии, вызванной голоданием, не присудят Нобелевскую премию. Даже я начал практиковать интервальное голодание в этом году. Почему же эти, несущие пользу древние практики, отметаются как простая традиция? Но стоит им получить одобрение на Западе, как их сразу же начинают применять. Потому что у вас неправильный цвет кожи. Я говорю об этом уже на протяжении 40 лет. Я видел сотни, тысячи людей, которые обрели здоровье просто благодаря тому, что они не начинают дозаправку всякий раз, когда их бак начинает течь. В центре йоги Иша только два приёма пищи — в 10 утра и в 7 вечера. Наши жизни полны физической активности. В Ашраме нет автомобилей, а это большая территория. Все передвигаются пешком, либо на велосипедах. Даже чтобы просто дойти до столовой, нужно идти километр. Если хотите добраться до рабочего места, это ещё полкилометра или километр. Люди постоянно активны физически. Поэтому к 3.30 или к 4 вечера всем очень хочется есть. Голод очень сильный. Но мы учимся жить с этим, потому что голод... Пустой желудок и голод — это две разные вещи. Голод означает, что уровень вашей энергии начинает падать. Но пустой желудок — это хорошо. В геотических науках и современная наука также приходит к этому. Но то, что мы знаем из своего опыта, будет стоить вам миллиарды долларов, чтобы прийти к тому же. Потому что суть исследования лишь в том, сколько миллиардов долларов было на них потрачено. Ваше тело и мозг работают наилучшим образом только когда ваш желудок пуст. Поэтому мы всегда следим, чтобы... Сколько бы мы ни съели, наш желудок всегда был пуст спустя 2-2,5 часа максимум. Поэтому мы всегда ложимся спать голодными. Люди думают, что они не могут спать. Они могут. В течение 25 лет, в среднем, я спал только 2,5-3 часа. Сейчас я становлюсь немного ленивее и сплю где-то 3,5-4 часа, несмотря на интенсивность моих путешествий. И когда я говорю об интенсивности путешествий, если я расскажу об интенсивности моих перемещений, в следующие несколько дней вы попадаете со стульев. Да? Рассказать? Нет. В этом нет необходимости. Потому что в следующие несколько дней я побываю в пяти разных странах, проводя даже не знаю сколько мероприятий самых разных. Можно продолжать в таком духе просто потому, что нет переедания. Это очень-очень важно. Все принимают пищу 2 раза в день, но я обычно ем только один раз, 4.35 вечера, потому что я не люблю сидеть перед тарелкой и беспокоиться о том, сколько съесть. Я люблю поесть как следует. Итак, я ем в 4.35 вечера, и в следующий раз я поем только на следующий день. Достаточно ли этого? Я нормально выгляжу. Я не собираюсь к вам на консультацию. Я не буду к вам. Потому что, чтобы в вашем теле произошли какие-то поправки, какое-то очищение, ваш желудок должен быть пустым. Это очень и очень важно. Иначе очищение на клеточном уровне не происходит. Что-то накапливается, и потом у вас появляются всевозможные проблемы. Во-первых, инертность в теле. Инертность означает, существует много уровней инертности. Если вы не замечаете всего этого, то сколько вы спите, это инертность. Все вы скажете, вы пришли сюда, чтобы жить или... Жить, верно? Я не про этот зал. Я говорю в этой жизни. Вы хотите жить или... Смысл жизни в том, чтобы жить, не так ли? Но... Вы ранее говорили об американских врачах. Здесь то же самое. Все американские врачи говорят, вы должны спать минимум по 7-8 часов. И это означает, что треть вашей жизни вы должны спать. Другие 2-3-4 часа уйдут на умывание, туалет, еду, то-сё, ну, вы знаете. Таким образом, буквально 50% вашей жизни — это просто техобслуживание. Предположим, у вас есть личный транспорт, мотоцикл или автомобиль. Если он проводит в сервисе один день в месяц, это нормально. Если же он проводит в сервисе 15 дней в месяц, это очень хлопотно, не так ли? Большинство людей превратили свое тело во что-то, что причиняет много хлопот, поскольку их тело является большим препятствием в их жизни. Чем бы они ни хотели заниматься, их тело им этого не позволит. Так что здесь есть много аспектов. Один важный аспект в том, что люди едят гораздо больше, чем им следует. Просто потому, что им сказали, вы должны есть больше, иначе ослабеете. Нет, существует способ поддерживать тело. Сегодня все стремятся создать экономичный автомобиль или мотоцикл. А что это значит? Если машина работает без сбоев, она будет потреблять меньше топлива, не так ли? Так что, если вы сидите здесь, в очень расслабленном состоянии, значит, сейчас потребляется меньше топлива. Если вы все время вот такие, топливо потребляется больше, и будет хотеться есть. Придет навязчивость по этому поводу. Так что это новое название — интервальное голодание. Вы должны это видеть. В США люди приходят на наши программы. Каждый день соседут 10-12 часов. Они приходят с каким-нибудь печеньем или чем-нибудь еще. Они говорят, у меня непереносимый сахар. Мне постоянно нужно что-то есть. Я им говорю, просто будьте здесь. Вы не умрете, гарантирую. Я не хочу, чтобы кто-то умер у меня на руках. Я гарантирую. Первый день — нет, нет, мне нужно есть. На третий день они отбрасывают все это. Они сидят здесь 12 часов без еды, и с ними все в порядке. Понимаете? Здоровье — это не что-то, что можно сделать снаружи. Здоровье — это нечто, что вы должны сделать изнутри. Если что-то идет не так снаружи, вы можете обратиться за помощью. Но с вами все время что-то не так. Что это значит? Вы неисправный механизм. Да? С вами все время что-нибудь не так. Почему? Но это задумано по-другому. Это предназначено для здоровья. Каждая клетка вашего тела создана так, чтобы создавать здоровье. Не так ли? Все они усердно работают, чтобы создавать здоровье. Но вы — нет. Так что... Минимальный перерыв в 8 часов — вот что рекомендуется в йоге. Между одним приемом пищи и следующим должен быть промежуток 8 часов. Если вы будете следовать этому, то увидите, что половина ваших проблем со здоровьем, какие бы они ни были, как минимум 50% из них исчезнут в течение шести недель. Если делать некоторые другие вещи, которые сейчас могут показаться экстремальными, если у вас есть какая-то йогическая практика, что-то медитативное внутри вас, тогда вы увидите, что 90% ваших проблем уйдут, остальные 10%, если они еще останутся, мы сможем начать их лечение. Сейчас же в системе здравоохранения, особенно там, где есть дорогие страховые полисы, люди едят, пьют всякий мусор, потом приходят к врачу и говорят «вылечи меня». Так это не работает.